Флэкс 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 Так, у меня несколько картинок тут с суставами, я вам их буду рисовать, чтобы было понятнее, что же это такое. Скажите, пожалуйста, в каких частях организма нет суставов и нет соединительных тканей? Ну, скажем так, только если в головном мозге, в самом веществе головного мозга, а так она есть везде. Она потому и соединительная, что она все соединяет. И вся соединительная ткань организма, вот все плотные части, почему мы не разваливаемся на части, это все ее заслуга. Из нее и волосы наши растут, и кости, и ногти, и в общем-то все части тела, которые защищают нас. И кожа красивая, и плотная, и упругая, без морщин, если хорошая соединительная ткань. В общем, она нужна очень-очень, не говоря уже, конечно же, о хрящевой ткани. Так вот, хондропротекторы, они, хотя и называются хондро, то есть от слова сустав, они помогают и другим частям нашего организма, где содержится и соединительная ткань. То есть употребление хондропротекторов помогает сделать молодой, упругой и здоровой весь организм, где бы ни находилась и соединительная ткань. Значит, в состав нашего продукта, Эйджел, входит 4 основных компонента. Глюкозамин, хондроэтин, Лучше красный, дядя Флонастер, он ярче. Хондроэтин, правильно. Метилсульфанилметал. Или сероорганическая, или МСМ-комплекс, по-другому его называют. А также целадрин. Селефончик, отмечайте, пожалуйста. Теперь смотрите, давайте посмотрим, что же это за вещества такие, что же это за вещества, и как же они могут помочь суставной и соединительной ткани. Давайте все же начнем с суставов. К примеру, возьмем любой состав, хоть локтевой, коленный, какой хотите. Мы его вот так нарисуем. Вот это кость. Она будет в клеточку. К ней прикрепляется суставная поверхность. Защищает ее, как амортизатор такой. Знаете, вот как вот резиновая подошва. У этих, как они прыгают, бегают в кроссовках таких, на шипах, да? Вот амортизатор такой. Супенизатор, амортизатор. Это как бы такая обувь такая у кости, да? Этот сустав, то есть этот хрящ суставной. С обратной стороны то же самое. Тоже кость. И тоже вот этот суставной хрящ. Все это заключено в суставную сумку из соединительных тканей. Внутри находятся, ну, такие прослоечки тоже хрящевые, типа мениск, например, в коленном суставе, да? Так, для угобства. И все это окружено мышцами, с помощью которых этот сустав сокращается. У кого-то есть. Чей телефон-то? Отключите, пожалуйста, телефончик. Не поставьте на безвучный режим. Давайте дальше. Смотрите. Вы знаете, что сустав в течение жизни человека, каждый сустав, делает одинаковые движения, да? Да? Тысячи, тысячи, десятки и сотни тысяч раз. Мы каждый день ходим, и каждый день у нас идет нагрузка на эти суставы, да? И каждый раз вот эти амортизации этих суставов, она срабатывает. Мы ходим, мы не падаем. То есть мы идем, спокойно у нас ничего не трещит, не болит, мы ходим. Мы двигаем руками, ногами, шеей и так далее. И, в принципе, пока обмен веществ нормальный, пока хватает всего нужного для того, чтобы сустав обновлялся, а обновляется он у взрослого человека примерно в течение 12 недель обмен суставов. Обмен веществ в суставе происходит 12 недель. То есть, скажем так, если нарисовать клетки суставов, то вот это, они называются хондроциты. Это клетки, которые вырабатывают вещества, создающие упругость сустава. То есть, хондроциты. Из них как бы так вылезают созданные ими коллагеновые, эластиновые волокна, да? Матрикс, то есть межклеточная жидкость. И вот эти вот все коллагеновые, эластиновые волокна, как такая пружина, да, такая пружина. Знаете, как матрас пружинный такой, очень прочный, современный такой пружинный матрас. Коллагеновые, эластиновые волокна связаны с серными соединениями серы между собой. И, в принципе, они же стареют, обмирают, правильно? Они должны обновляться. Так вот, вот эти хондроциты, эти клеточки, они должны постоянно вырабатывать новый коллаген, новый эластин. А коллаген-эластин образуется, его состав, на основе глюкозамина, хондроитина. Хондроитин – основной строительный материал. А глюкозамин является с одной стороны частью хондроитина, он входит в хондроитин. Вот если взять хондроитин в целом, вот как вот, например, 100%, да, то глюкозамин является, ну, чуть-чуть меньше, чем половиной части хондроитина, плюс там другие вещества, да, и плюс он еще катализирует или ускоряет синтез хондроитина. То есть хондроитин – очень длинная молекула такая, длинная, 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 и инертная. А глюкозамин – это, он называется аминосахар, то есть аминогликозид. Химическое название группы этих вещей. Аминогликозид. И вот эти аминогликозиды, в частности глюкозамин, заставляют хондроитин расти, развиваться, строить суставные ткани, и, в общем-то, чтобы наш сустав обновлялся. И вот этот обмен хондроитина, глюкозамин и серы и так далее в суставе идет примерно 12 недель. За это время стареет и умирает вот эта клеточка, умирает хондроцит, при этом, ну, прежде чем, скажем так, не то, что умирает, заменяется на свежие клеточки. Те опять стареют, опять делятся, да. И вот этот полный цикл, когда основная часть клеток заменена на новые, составляет 12 недель. Это я к чему вам говорю. Меньше 12 недель не следует ждать хорошего результата, полноценного отхонда протектора. То есть их нужно принимать определенное количество времени, не менее 12 недель. Понятно, да? Вот, теперь смотрите, при наших различных нагрузках, помните, мы говорили о свободных радикалах, да? Свободные радикалы, это такая страшная вещь, они клетки разрушают. А хрящи также состоят из клеток. Вот у них хондроциты, клеточки, вырабатывающие это все. И мало того, свободные радикалы, а также плюс нагрузка. Нагрузка что делает? Сплющивает, да, это все. Нагрузка, ну что это значит? Излишний очень вес, допустим, прыжки, бег, какие-то такие вещи. И вы знаете, к нагрузке также относятся длительное состояние и отсутствие ходьбы. Вот просто даже, если для позвоночника говорить, просто сидячий образ жизни, когда позвонок не в сдавленном состоянии, вот так вот, 12 часов или 10 сидит, да? Это тоже нагрузка для этих суставов, без позвонков, да? Стоячая работа и малоподвижный образ жизни. Почему нужна подвижность? Кажется, что если подвижность будет больше, вроде бы будет нагрузка на сустав больше. Это все как раз наоборот. Если в течение 30 минут сустав работает, он сокращается, кровь к нему притекает, мышцы работают и мышцы становятся тренированными. То есть сильными. Вот эти сильные мышцы, они удерживают вот этот вот хрящ от соприкосновения. Он не может вот так вот сдавить друг друга, потому что мышечный каркас держит. Но если человек мало двигается, мышцы становятся слабыми. Мышцы слабыми становятся. В результате он, сустав становится таким вялым, разболтанным, связочки тоже такими же, и он легко может от нагрузки страдать. Поэтому очень много факторов. Посильная физическая нагрузка также является профилактикой артургии. То есть артрозом является изменение суставов. То есть, ну скажем так, это такая группа заболеваний. Артроз. Такие вещи, как остеоартроз и так далее. Остеоартрит является, по сути, синонимами. Для позвоночника это называется остеохондроз и так далее. Это все артрозы. Группа таких отклонений от состояния здоровья. Заболеваний, по сути, хронических. Значит, смотрите дальше. Что происходит дальше? Есть три основных стадии течения артроза. Потом мы с вами еще диагностику проведем для вас. На наличие артроза. Так, я вот это, наверное, не сотрудничаю. Слово, вот-вот. Висит только. Значит, смотрите. Вот это нормальный сустав. У него есть международная щель такая достаточно большая. И это здоровый сустав. На первой стадии развития артроза, на первой стадии развития артроза, вот кости, и вот часть занимает сустав. Когда сустав ублощается, то есть щель уменьшается суставная между поверхностями, кости тяжелее становится выдержать эту нагрузку. Она начинает расширять площадку. Знаете, вот когда хочется встать на две ноги, на одной тяжело стоять, хочется на вторую ногу встать. И сустав тоже как бы выращивает две ноги. Эти ноги по краям называются, остеофиты такие. Отрастают вот такие вот образования. Расширяются. Это уже первая стадия артроза. При этом особых болей еще нет. Это может быть у многих людей, и люди этого даже не замечают. Потому что идет компенсация. Остеофиты вот эти, они разрастаются немножечко. Увеличивают опорную поверхность. Каким-то образом суставы становятся легче. Уже не столько-то там килограмм на сантиметр, а меньше получается. Немножко шире платье. Давление меньше. Как лыжи. Знаете, не просто на гостнике, а на лыжах. Короче, лыжи вырастают, я не знаю, говорю. На второй стадии уже присоединяется, не только истощается суставной хрящ, он становится, вот уже эти выросли остеофиты, но суставной хрящ становится измененным, истонченным, очень тоненьким. И щель становится очень маленьким. При этом из-за того, что нагрузка большая, и когда щель маленькая, трение же увеличивается, правильно, жидкость естественно становится меньше, это уже хрустит, уже хрустит, уже болит иногда периодически, да. Нагрузка уже меньше выдерживается. И в результате, когда трение увеличивается, возникают эрозии и язвы. Эрозия и язвы на суставной поверхности, это начинает разрушаться. Вот. Естественно, когда эрозии и язвы появляются, запускаются факторы различные в жидкости, в синавиальной, то есть смазке, из которых начинают выпадать в осадок соли. Ну, в народе говорят, вложение солей, да. Это просто вот в эти эрозии, там начинаются процессы, когда выпадают соли в осадок. Короче, организм пытается сделать поверхность твердой, хотя бы за счет солей, но хоть как-то укрепиться. Нет у него еще флекса, понимаете, мы еще его не купили, не скушали, еще нечем было укреплять, хотя бы солями укрепляемся. Что-то хотя бы такое твердое. Поэтому организм компенсаторно это делает. И в третьей стадии, уже запущенной стадии остеоартроза, в этой кости изменяется ось конечности. Например, ну вот, уже не выдерживают эти связки, ну может быть, щель такая, может быть, треугольной формы, например, да. И вы видели уже такие ноги колесом, да, у людей с артрозом, вот если в коленях, или там в телобедренных составах. Или же горб такой, знаете, вот бабушки такие, кто мало кушал кундропротектор, у них такой горб появляется. У них бывает еще и, конечно же, кроме остеоартроза, еще остеопороз, но все вместе это приводит к тому, что изменяется суставная щель. Она сначала может быть треугольной, да, вот. Ось конечности изменяется при этом, видите, такая кривая становится. А потом она вообще с течением времени вообще может зарастать, получается анкилоза, не двигается сустав. Прямая нога, с палочкой уже ходит, да. Ну, если это тяжелый случай, уже требуется протезирование, протезы, очень дорогостоящие операции и так далее. Чтобы человека, ты более не мучили, он хоть как-то мог ходить. Вот так вот развивается остеоартроз. И сейчас я хочу вам сказать еще раз о факторах развития. Конечно же, это и есть наследственная предрасположенность. Есть страны, в которых он почти не развивается. Например, в России в возрасте от 50 лет уже 70% людей страдают у стуартрозой. В какой-то степени выраженности. А в Швеции такого же возраста всего 6% страдают. Понимаете? Там очень развит фитнес, то есть много физкультуры. Пищевые добавки очень много употребляют. В Японии примерно так же, как в Швеции. В Америке меньше, чем в России, но тоже достаточно много. Потому что очень много людей с избыточным весом, причем страшно большим весом. Какие весы, что нам не снились, да? И показатели очень разные. Ну, представьте, 70% людей старше 50 лет, это, в принципе, еще люди трудоспособного возраста. А не только детей вырастили, им еще жить хочется. А когда подвижность ограничена, и человек не может с квартирой выйти, у него разрушается все. Работать он не может. Физкультурой заниматься не может. Все остальные заболевания тут как тут. И сердце страдает, и все остальное. Поэтому, говорится, что разрушение суставных клещей, вот эта первая стадия начинается от 30 лет. От 30 лет уже нужно за этим следить. Если до 30 лет организм живет на резервах, и даже в спортзал мы не ходим, контрпротекторы не принимаем, то после 30 лет, ну, у кого-то в 30, у кого-то в 35, у кого-то даже в 25, да? Уже следует за суставами следить. Вы встречали таких молодых людей, у которых уже суставы хрустят? Да, есть такие. Вот это уже начало, может быть, и даже 25, и даже 20 лет. Но, при этом, как вы понимаете, это еще зависит от образа жизни, здоровья и питания. Антиоксиданты, которые принимаем мы, в частности, кроме флэкс, у нас, как вы знаете, есть пронук Экзо. Экзо, он позволяет не дать разрушиться этой суставной тхани в такой степени, в которой она могла разрушиться, защищая ее от разрушения, потому что не дает разрушаться коллагеново-эластиновым волоконам. Значит, получается, что Экзо не дает разрушаться, а флэкс заставляет работать вот эти хондроциты, клеточки, на выработку новых коллагеново-эластиновых волокон, то есть восстанавливает. Получается, что для профилактики и лечения остеоартроза в нашей компании есть два продукта, это флэкс и Экзо. Сейчас мы перейдем к тому, чтобы немножечко поговорить о том, что же каждый из них себя представляет. Значит, что же такое все же глюкозамин? Вы знаете, сейчас я посмотрю точно, цифры не забываю. Ну да, в принципе, 1500 мг, доказано было, 1500 мг в сутки действующая, работающая дозировка глюкозамина. У нас в стране, это в Европе и в Америке принято, в Европе и в Америке принято. И 1200 мг действующая суточная рабочая дозировка хондроитина. Это принято в Европе и в Америке. Провозилось более 118 исследований. Я не помню его второе имя, но фамилия ДАСС, вот такая интересная фамилия, это американский ученый, можете посмотреть в интернете. Он провел очень много исследований на эту тему и доказал, что при употреблении 1500 мг глюкозамина и 1200 мг хондроитина в течение 12 недель, у 70% людей наступает состояние улучшения такое, как при приеме в такое же количество времени, нестероидных противовоспалительных средств. НПВС. Значит, я наверняка уверена, что вы нестероидные противовоспалительные средства слышали. Кто-нибудь использовал в алмазе какие-нибудь фастунгель, баструнгель, эвупрофен, деклофенактан, кололит. Правильно? Слышали такие вещи? Так вот, вот эти вот средства, нестероидные противовоспалительные средства, они, конечно, снимают боль. Снимают боль за счет того, что снимают воспаление, останавливают факторы воспаления. Конечно же, становится легче. Но при этом, как была вот эта воспалительная реакция в суставе, так она и остается. И как только действие средства прекращается, что начинается? Та же самая боль. Опять средства, опять боль. В результате разрушается желудок, кишечник, изъязвление, эрозия. И затем уже начинаем лечить все другие заболевания, вызванные тем предыдущим лечением. Большое количество осложнений. Кроме того, даже осложнение на кровь, снижение лейкоцитов, агранулоцитоз, то есть может быть вообще серьезное осложнение от нестероидных противовоспалительных средств. От хондропротекторов осложнение. Только аллергия может быть. И у людей с гемофилией, у которых плохо со свертыванием, у них там, им противопоказано, поскольку у людей с гемофилией свертываемость, они могут влиять в хондропротектор. Но это очень редко встречается. И люди с гемофилией, здесь у вас нет больных гемофилией? Нет, это очень редко встречается. Эти люди и так знают, что им можно, что им нельзя. А у всех остальных людей практически только учащение стула вы можете увидеть. Или аллергия на акулии пищи или еще что-то такое. То есть поэтому это абсолютно безопасные, естественные вещества организма, в том числе человеческого, животного, любого. И при этом они безопасны, а дают результат на протяжении такого основательного периода времени, сравнимый, по обезболиванию, по обезболиванию с обезболивающими серьезными препаратами. Ну, кроме обезболивания, они же еще и лечат. Понимаете? Они же еще и лечат. Почему? Вот аптечные работники есть иногда. Да, у нас продаются хондропротекторы, в частности, хондроэтин, сульфат в различных там препаратах, особенно зарубежных, в маленьких дозах. То есть 50 мг, 500 мг. Знаете, да? Зачем это вообще нужно? Оно не действует. Доказано, меньше 1500, результата не будет. Вот и считайте, сколько это нужно денег купить. Понимаете? Кроме того, если глюкозамин и хондроэтин в одном флаконе, вместе их принимают, действие их возрастает в три раза. Принимать один глюкозамин или один хондроэтин действия в три раза меньше. Тоже доказано наукой. Сейчас я вам еще найду этого ученого. Ученый российский. Его монография есть на этой теме. В общем, потому что вы можете почитать, чтобы знали, что есть научные данные на эту тему, чтобы вы понимали. А вот, Руднинка. В.Г. Руднинка. Посмотрите в интернете. Наберите в поисковике. В.Г. Руднинка и исследование глюкозамина. Или там, какие слова, контраитина. Вот и вы почитаете, сколько было проведено исследование на эту тему. В общем-то, доказано, вот эти вещи уже совершенно доказано. Но скажу вам по секрету. Мы с вами уже сейчас имеем тот препарат. Тот, не препарат у нас, это функциональное питание, добавка. Препараты в аптеке. Мы имеем то действующее вещество, которое уже работает по тем нормам, которые приняты в Европе и в Америке. И поэтому мы получаем хороший результат. У нас в России пока еще нет таких распоряжений от Минздрава, что меньше, чем такое количество глюкозамина и хондроитина не употреблять, чтобы был хороший действующий результат. Поэтому иногда думают, что хондроитин и глюкозамин – это дополнение к лечению суставов. Ну, как дополнение, как питание. Это не питание, но может заменить все. Все обезболивающие, все современные препараты. Аркоксия, сейчас вышел современный препарат. И это может заменить хондроитин и глюкозамины. То есть он может заменить вот эти вещи. Все, что придумано для лечения суставов. Но просто немножко дольше нужно принимать. Потому что надо, чтобы процесс обмена в суставах произошел. Обменялись клетки, снялась воспалитель. Понятно, да? А почему иногда бывает недостаточная эффективность, небольшая дозировка? В нашем одном пакетике как раз и содержится вот столько глюкозамина и столько хондроитина. Поэтому мы меньше не можем употребить. Мы употребляем сразу суточную дозу этих действующих веществ. Кроме того, глюкозамин с хондроитином усваивается на 80% даже из сухого вещества. И на 95% из жидкой субстанции. В наш гель усваивается минимум на 95% из желудочно-кишечного француза. Очень хорошая биознаступность у нас. По сути, столько-столько мы употребили этого вещества, столько мы его и получили. Поэтому можем ожидать хороший результат. Кроме того, есть такое вещество. Вот вы знаете, может быть, когда суставы хрустят или болят. Такие уколы в сустав делают там. Укол. Туда вводят препараты гиалуроновой кислоты. Гиалуроновой кислоты, которая связывает влагу. 1 грамм там, если не ошибаюсь, 6 литров воды связывает сухого вещества и гиалуроновой кислоты. Эта гиалуроновая кислота, она связывает влагу, делает влажной вот эту жидкость, увеличивает количество внутрисуставной жидкости и суставам становится легче. Так вот, 1500 миллиграмм глюкозамина, принятые внутрь, они увеличивают выработку от базового количества гиалуроновой кислоты в 2 раза. То есть, если принимать просто глюкозамин один, то они включают механизм, там такие маркеры по выработке гиалуроновой кислоты. То есть, так же начинает вырабатываться и смазка суставов автоматически. Не надо ее вводить через шприц. Поэтому суставов становится легче. Еще поэтому. Сейчас я хочу вам также рассказать о том, мне нужно будет это ответить, но про это расскажу вкратце, потом сотру. Вот смотрите. Метилсульфанилметан. Это органическая сера. Не во всех препаратах, которые продаются в аптеке, содержится сера, а чаще она просто не содержится. Но когда этот компонент сера содержится в одном пакетинке вместе с глюкозамином и хондроитином, это позволяет, вы знаете, вот как, знаете, платки такие вязали, я видела раньше, бабушка делала, такую вот рамку делали, да, натягивали как-то нитки, да, и с чем-то там вот скрепляли, связывали, видели такое? Или вот как стягают одеяло, стеганные такими вот, они квадратиками, да. Так вот эти атомы серы органической, вот этот комплекс метилсульфанилметан, он является вот этими стежками, которые соединяют между собой коллагеновые и эластиновые волокна. Поэтому они получаются полноценные. Если серы нет, организм тоже будет жить, но вырабатываться будут неполноценные коллагеновые и эластиновые волокна, которые будут легко разрушаться, которые будут легко распадаться на маленькие волокна, на маленькие комплексы, на части, которые называются протеогликаны, да, эти протеогликаны вымываются с кровью, и сустав становится рыхлым, как пенопласт такой, растворенный в воде, такой, знаете, набухший, рыхлый. Легко ломается, легко крошится на части, да, он не становится прочным, эластичным таким. Вот, так что вот этот и вот этот компонент, и также вот этот компонент, который, значит, называется целодрин, хочется о нем отдельно сказать. Компонент под названием целодрин, это тот компонент, который позволяет защитить мембраны клеток, составляющих соединительную ткань. Вот эти вот фибробласты в других частях соединительной ткани, и хондроциты в суставной ткани, эти клеточки, они выполняют огромную работу. Вот смотрите, что такое рубец, порезались где-то, да, и начинает что-то зажевать, да, и если края кожи не сшиты, то образуется рубец. Рубец это кожа? Это не кожа. Если бы это была кожа, она бы выглядела как кожа, вы бы не видели этого рубца. Поэтому и ушивают кожу, ну, когда ведете в травмопунктах, порезалась глубокий порез, сшивают края кожи, чтобы не образовался рубец. Рубец это соединительная ткань. Она по цвету может быть уже потом как кожа, но это продукт соединительной ткани. Представляете, соединительная ткань, она заращивает все травмы, порезы, разрезы, разрывы, вот что бы у нас ни образовывалось. Любой рубец это все продукт соединительной ткани. Она работает постоянно, постоянно, постоянно на обновление, да, на обновление каркаса. И у нее при этом очень такая рыхлая, слабая оболочка в этих клетках. Она легко разрушается, поэтому свободные радикалы легко поражают соединительную ткань. А отсюда вывод такой, что внешние признаки старения, в том числе кожи лица, это также слабость клеток соединительной ткани. Целадин – это комплекс цитиловых жирных кислот, который делает прочным оболочку клеток соединительной ткани. И в суставе, и в коже, и где хотите абсолютно, и во внутренних органах, где бы она ни находилась. Оболочка клеток соединительной ткани становится более прочной. Если мы говорим о суставе и о его воспалении, что это дает? Оболочка становится более прочной. Факторы воспаления из клеток меньше выделяются, клеточки меньше разрушаются, воспаление снижается, боли проходят. В других местах, когда делается прочная боли, оболочка, она не дает им разрушаться, они долго живут, остаются молодыми, производят хорошие коллагеновые, эластиновые волокна, эти клеточки. В результате очень долго человек внешне даже остается молодым. Вот есть такие люди, которые паспортным возрастом не подчиняются, без всяких пластических операций. Встречали таких? Молодо выглядит и все. Вот кожа у них такая, вот хоть и тресень. И она и такая прочная, она и такая эластичная, вот как у ребенка. А вроде бы 45 или 50 лет. Ну, на 30 выглядит, на 15 лет моложе. И без всяких косметических процедур. Еще стоит вопрос, можно ли вообще только с помощью косметических процедур молодость сохранить? Невозможно только с помощью косметических процедур. А вот когда идет влияние на вот эти клетки, которые являются клетками всей седнитной ткани, и они остаются молодыми, что позволяет антиоксиданты делать, защищая их, как вот этиоксиданты в тренце, да? Плюс восстанавливая и защищая их мембраны, как циладрин, входящий в состав флекс. Вот тогда да, тогда есть все шансы, что все клетки организма, в том числе и кожа, она становится более прочной, молодой. Потому что производит полноценный каркас. Полноценно все сшивает. И оно такое прочное, не прогибается. Например, если волокна толстые, прочные, сшивки вот эти, да? Кожа как на матрасе, да? Она такая прочная. Морщин на ней не образуется. Если волокна клетки производят слабые, например, вот такие вялые, знаете, вот такие, вот. Вот как сдутый воздушный шарик, такие, знаешь, такие, вот такие вялые. То тогда вот эти вялые, на месте вот этих провалов, вялых волокон, при работе мимических мышц, там же мышцы сокращаются, на лице, например, образуются мощины. А если даже мимические мышцы работают, хоть ты улыбайся сколько хочешь, не будет никаких гусиных лапок, в том случае, если хорошая вот эта соединительная ткань. Поэтому я веду разговор к тому, что это красота изнутри также. Это касается красоты изнутри также. Это не только суставы. И вот этот комплекс флекс и экзо, вот эти два продукта, это и красота изнутри, это и молодость суставов, это функционирование всех частей, всех разделов слинительной ткани, где бы они ни находились, да? Например, такая проблема старческая, как катаракта, да? Которая, в принципе, к 70 годам и половине начинает встречаться уже, хотя бы в какой-то степени. Если, начиная с 40 лет, употреблять антиоксиданты, такие как экзо, и употреблять флекс, которые защищают соединительную ткань, а хрусталик состоит точно так же из волокон соединительной ткани. Но они там очень нежные, поэтому им нужна особая защита. Мы можем рассчитывать на то, что они будут раньше, то есть они гораздо дольше будут сопротивляться старению и разрушению. То есть можно подступить даже к катарактам. Вот это основные части. А сейчас мы поговорим о том, как же нам определить, есть ли у нас предрасположенность к этому артрозу, артриту, заболеваниям суставов. Я сейчас тест на эту скажу вам. Вы приготовьтесь табличку на текущую. Так, это убираем. Вначале мы поговорим о таком разделе, который называется «боли в суставах». «Боли в суставах». Мы будем говорить о показателях и баллах, которые будут начисляться при отсутствии и наличии этих болей. Интересно это вам? Я тоже думала, что, скорее всего, как правило, людям это интересно. При движениях. Движения плюс покой. Или и покой. И тогда, и тогда возникают. Или стояние через 30 минут. Значит, давайте посмотрим. Если боли в суставах возникают при движении, хотя бы иногда при движении, мы начисляем 1 балл. Если их вообще не возникает никогда, при движении, значит 0. Если этого в принципе нет, значит 0 начисляем. Если боли возникают при движении и в покое, то есть когда ходишь, болит, и когда сидишь, продолжает болеть. Так же в этом случае начисляем 2 балла. Если человек стоит в течение 30 минут и более, если 30 минут, это нормально. Если более 30 минут начинают болеть суставы, начисляется 1 балл. Если ничего не болит, вот не в этом случае, не в этом случае, не в этом случае, не в этом случае, вы ставите везде 0, 0, 0. Подумайте про себя, вспомните, если это даже разовые эпизодические вещи. Потому что не всегда начальные стадии артроза будут проявлены. В каком-то случае они могли быть проявлены, но в основном их нет. Если они вообще никогда не встречаются, ставьте 0. Если они все же иногда встречаются, вы можете ставить и единицы. Понятно, да? Потому что на начальных стадиях это не систематически бывает, но уже встречается. Боли при ходьбе возникают сразу, а затем усиливаются усиления. За это вы поставите 2 балла. Или же не сразу, а через какую-то дистанцию. Поставите 3 балла. Если боли возникают сразу, а затем усиливаются 2 балла. Если не сразу, через дистанцию 3 балла. Так, это записание нужно стирать, да? Все получится, возьмем. Он совсем не стирает, а чуть-чуть на вас справится. Механизм. О, как вы? Как вы? Сила не отдастся. Спасибо. Дышите, я попрошу. Хорошо. Вот, все нужно снять на воздухе. Так. После сна. После сна. Боли и скованность. Спасибо. Спасибо. Если это менее 15 минут, мы ставим 1 балл. Более 15 минут. 2 балла. После сна. Что такое боли и скованность, понятно, да? Бывало когда-нибудь что-нибудь? Не важно в каких суставах. Это может быть в шее, позвоночнике, плечевых суставах, там, в крестцовых. Ногу не поднять, руку не поднять. То есть, не сразу встать возможно. Некоторая скованность наступает. Пока расходишься, пока это все пройдет. Вот это называется скованность. Также за это нужно ставить. Если при этом просто есть скованность, но никакой боли нет, это точно такой же признак. Это аналог боли. Просто боли нет, есть скованность. Тоже нужно ставить. Так. Далее. Когда стреляет в суставе. Стреляющая боль. Не просто хруст. Хруст это отдельный разговор. Мы о нем поговорим. А когда стреляет в суставе. То есть, вот шел, шел, раз, вот по переходу поднимался по лестнике. Раз, что-то выстрелило там. А потом прошло. Вот это называется стреляющая боль. Если иногда, то это один балл. А если часто, то два балла. Так. Далее. Расстояние без боли, которое можете пройти. То есть, то расстояние, которое вы можете легко преодолеть, не чувствуя своих суставов. То есть, вот этой тяжести и боли в этих суставах. Так. Более одного километра. Это ноль баллов будет. Один километр и более, но с отдыхом. Это будет один балл. Так. От пятьсот до восемьсот метров. Ну, как эти метры меряются? Ну, в шагах, скажем так. Один метр, два шага примерно, да? Это будет там тысяча шагов. Примерно так вот рассчитываете, да? Это три балла. От трехсот до пятисот метров. Четыре балла. От ста до трехсот метров. Пять баллов и менее ста метров без боли. Это шесть баллов. Как вы? Вы можете это проверить сами. Вот возьмите шаги, посчитайте. Сколько шагов? Вот если ни у кого этих болей нету, да? В принципе, и слава богу, у вас нет этого артроза. Но если у вас есть люди, которым вы хотите помочь, для чего я это вам все пишу? Вы проводите с этими людьми тест. Вы говорите, давай-ка мы с тобой сейчас походим. Вот отсчитываю столько-то шагов. Сколько ты можешь пройти? А сколько ты это можешь? А столько ты это можешь? И это ваш объективный фактор действия продукта флекс. Вы записываете, у тебя сегодня 12 баллов, к примеру. Потом он принимает 12 недель флекс. И вы проводите еще один раз тест. У тебя сегодня вот столько-то баллов. Эти баллы, научно разработанные баллы из литературской классификации, они заменят вам даже постановку диагноза на рентгене. То есть на рентгене там на рентгенограмме выявляют первую, вторую, третью стадию. Но по клиническим вот этим вот проявлениям точно так же можно определить степень поражения сустава. Вот. И последнее. Мы про лестницу еще напишем. Трудности при выполнении действий. Трудности. Подъем один пролет лестницы. Если эти трудности есть, то вы ставите баллы. Если этих трудностей нет, вы не ставите эти баллы. Трудности от нуля, то двух баллов. Ноль, один или два балла. В зависимости от того, как вы определяете. Их совсем нету. Это ноль. Если они, ну иногда бывают, иногда. Это один. Если они всегда и часто, это два. Значит, я просто тогда перечислю. Подъем по лестнице от нуля до двух ставите себе. Следующая трудность. Один пролет. Один пролет считается. Но если нету трудностей при подъеме на один пролет, значит это ноль. Понимаете, да? Спуск на один пролет по лестнице. Спуск. Потому что это разные группы суставов задействованы. Можно написать. Ну давайте. Спуск. Подъем один пролет. Спуск. Один пролет. По лестнице. Тоже от нуля до двух ставите. Так, ходьба. Ну тут написано по пересеченной местности, как это по-другому. Ходьба по неровной дороге, да? По неровному поверхности. По неровной дороге. Если по ровной нет проблем, а по неровной уже проблемы, там вступил туда, не вступил, и уже как бы тяжело, то это уже проблемы. Вот. Посадка в машину. Сколько баллов? Баллы от нуля до двух выставили. Да, вот там. Да. А? Посадка в машину. Не ровно от нуля до двух. По пересеченной местности. Да. От нуля до двух везде. На трудности везде от нуля до двух. И поднимание вещи с пола. Ну, например, как мы можем это представить, да, себе? Кто-то говорит, я без проблем поднимаюсь на один проглёт лестницы. Никогда в жизни у меня не было, чтобы где-то кальнуло в колене. Значит, ноль. Иногда бывает, когда с тяжёлыми сумками еду, кальнёт. Это уже один. Часто бывает, это два. То же самое поднимание вещи с пола. Нагнулся, взял, без проблем. Это ноль. Нагнулся, иногда стреляет. Это один. Часто и вообще скованность, и трудно это сделать. Это уже два. Понятно, да? Вот это всё записали. И сейчас вам классификацию расскажу. Если у вас только нули, если у вас только нули, по-видимому, вы очень молодой человек, без всякой предрасположенности вообще к уступе от роза. Как спортсмены. Так? Если у вас один или два до двух, от нуля до двух, то есть один или два, то вы здоровый человек, но у вас есть предрасположенность к остеоартрозу или артрозу. Да? Есть эта предрасположенность. Если у вас сумма баллов всех, всех-всех-всех баллов составляет три или четыре, это начальные явления артроза. Начальные явления артроза – сумма всех баллов по всем, до четырёх включительно. Это начальные явления артроза. Ну, может быть, где-то единичка, где-то ещё единичка, где-то ещё единичка. Но это ещё не заболевание, даже первой стадии ещё нет, это начальные проявления. В этой стадии вы полностью обратимо можете избавиться от этой проблемы. Если у вас от пяти до семи сумма баллов – это первая степень артроза или умеренно выраженный артроз. Первая степень клиническая, то есть это уже диагноз от пяти до семи. Здесь уже требуется лечение длительное, но это также обратимо полностью. Если от восьми до одиннадцати баллов – это развернутая стадия артроза или вторая степень нарушений будет по рентгену выражена, допустим. Развернутая стадия. Полностью восстановить уже суставы нельзя, до нормы, как они были всегда. Но избавиться от многих проблем можно, то есть частичное восстановление возможно. Если 12 и более баллов – это далеко зашедшая стадия артроза, при которой в основном симптоматическое лечение. Поддерживать можно, чтобы дальше не заходило, но надеяться на полное излечение уже нельзя. Так что, если у вас хотя бы какие-то начальные проявления вы у себя выявите, имейте в виду, что нелеченный острый артроз, нелеченный, всегда прогрессирует. Он не может стоять на одном месте всю жизнь. И если сегодня есть первая стадия, обязательно когда-то будет вторая. Если есть вторая, обязательно будет третья, не важно когда, через год, два, через пять или десять. Она обязательно наступит. Если его не лечить, ничего с ним не делать, он автоматически из одной стадии переходит в другую, всегда по нарастающей. Это не как грипп, что заболел, вылечился и иммунитет, допустим, или там ветрянка. Если есть одна стадия, будет и другая, если есть вторая, значит будет и третья стадия, обязательно. Никаких мер, если не принимаете, она обязательно будет. И представьте себе, что раньше, в те времена, когда не было глюкозамина, хондроитина, у людей не было выбора, они просто могли снимать боль и больше ничего не могли делать. Вот только снимали боль и больше ничего не могли делать. И поэтому в результате, в принципе, как бы боль-то снимали, а процесс усиливался, просто в результате и протезы приходилось ставить, и анкелозы, и люди с палочками ходили, горбатыми становились, вообще ограничили кровоспособность. Кондрофротекторы, уже доказано во всех странах мира, могут предотвратить дальнейшее развитие стуартроза. Если у вас появилась первая стадия, и вы в течение 3-4 месяцев будете принимать флекс, то уже вторая стадия у вас очень много месяцев не наступит. Потому что, как я вам говорила, глюкозамин является катализатором работы вот этих клеток, которые синтезируют коллаген и эластин. В результате чего их становится больше. Их становится больше, и длительное время после курса приема, например, флекса, могу вам сказать, 4 месяца принимаете, можете полгода не принимать после этого. Работать будут суставы. Ну, конечно, вы стараетесь питаться правильно, как-то разминочку, физкультуру делать. Потом опять 4 месяца принимаете, можете 6 месяцев не принимать. Они будут работать. Но если вы не 4 месяца попринимали, а 1 или 2 месяца, то ничего не будет. Просто ничего не будет. Вот этот процесс восстановления становок веща еще не будет запущен. Так что желаю вам в этом успеха, чтобы вы понимали, что именно таким образом нужно действовать. Также хотелось бы отметить следующие вещи. Но есть какие-то вопросы по артрозу в целом, по проблеме, с которой мы сейчас, так сказать, боремся. Есть вопросы по артрозу? Кто-нибудь у себя нашел артроз? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, с учетом того, что возраст молодой в основном на аудитории, то статистика, похоже, верно. 70% людей от 50 и выше имеют это заболевание, да? А кто видел людей, чем заканчивается течение вот этих вот проблем? А кто видел таких тяжелых поймут? Видели? Страшное дело, правда? Страшное дело. Да, да. И не то, что они искривляются, как бы некрасиво смотреть. Это же постоянная боль. Вот у кого болели зубы? Так вот, вот эти суставы болят хуже, чем зубы. Причем и день, и ночь, и постоянно, и вырвут их нельзя. Представляете? Вот это для сравнения, чтобы вы понимали. Это в поздних стадиях артроза. Сейчас обезболивающие, конечно, люди применяют. Но не всем можно эти обезболивающие использовать. Многие дают осложнение. А представьте, если нельзя, используете обезболивающие эти средства. Все это такая-то хуже, чем онкология. Это страшное дело. Постоянная боль живет с болью день и ночь. Я встречала таких больных. Я эти ревматологические отделения старалась обходить стороной. Настолько это страшно. Кардиологически не так страшно. Ну, болеет, болеет, ну, отеки. Ну, хоть не болит ничего особо, скажем так. Ну, дышать тяжело, но не болит же ведь. Таким образом мы поговорили об остеоартрозе. У нас еще осталось время, чтобы вам мне еще рассказать. Вы мне, может быть, вопросы зададите. Давайте зададите мне вопросы, потому что у нас есть время. Вы имеете в виду тяжелым больным? Тяжелым больным. Значит, смотрите. Если вы тяжелому больному будете давать глюкозамин с хондроэтином, да, глюкозамин с хондроэтином, на какие результаты вы можете рассчитывать. Здесь мы немножечко должны вернуться к клеточной теории. Если кто первый раз, я для вас это нарисую, потому что, кажется, это будет полезно вам. У любого больного человека есть определенный процесс здоровых и больных клеток, да? И если, например, у здорового человека, если взять всю сумму клеток, неполноценных каких-то клеток больных, может быть вот такой участок, да, небольшой, при этом считается, что человек здоров. Неважно, какой это орган, печень, сустав, любой, кожа, что хотите, там, мозг, любой орган, да? Этот орган здоров, когда какая-то часть неполноценных клеток есть, но большая преобладающая часть здоровых клеток, да? Так вот, если человек больной, и вот такие больные суставы, настолько больные суставы у человека, у него большая часть клеток больная и очень немножечко здоровых клеток, правильно? Значит, смотрите, что нужно сделать. здесь делать в данном случае. Поскольку уже суставы изменены, кости изменены, конфигурация их изменена, там могут быть страшные вещи на самом деле. Там они из здорового сустава, они могут быть вот такие какие-то измененные кости, вот такие, разрастания, там, вот такие. Понимаете? Вот такие могут быть. Там какие-то шипы вырастают, как зубы. Это все болит. Понимаете? На самом деле, чего здесь можно добиться? Вот эти кости, они вряд ли уже изменятся, они уже, как говорится, твердая часть, они затвердели и так далее. Но рассасывание вот этих солей и шипов мы можем дадиться за счет чего? Какой у нас есть компонент? Целадрин в составе, правильно? Вот эти шипы целадрин будет растворять. Также глюкозамин, который находится у нас в составе, он будет снимать воспаление, даже вот такого измененного, с такими больными суставами человека, он будет снимать воспаление, отек, и увеличивать количество суставной жидкости. Он же стимулирует выработку этой жидкости глюкозамин. Доказано? Это значит, что эти суставы будут меньше тереться друг от друга. То есть болевой синдром не будет такой выраженный. Это можно добиться даже у больного с тяжелым заболеванием суставов при применении ФЛЕКС. Можете смело давать этим людям. Но чего вы не сможете изменить? Так это, чтобы эти пальцы, измененные там, или колени, как они вот такие бывают, колени, да, бывают, и вот такие пальцы. Смогу ли я этот палец нарисовать? Ну что, это вроде такие. Вот такие пальцы, да? Они такими же останутся. Эти разрастания, внешние вот эти все форма изменения, оно останется. Не рассосутся эти бугры, все это не рассосется. Это твердая, это уже все закостенело, закоренело, да? И никак оно не рассосется ни с помощью ФЛЕКС, ни с помощью каких-то чудес. Но все, что может рассосаться и воспаление, где может уйти, ФЛЕКС в этом поможет. Поэтому человеку будут, пальцы будут такие же, но они будут лучше гнуться, они будут более гибкие. Потому что между ними больше слой внутри суставной жидкости увеличился. улучшается метаболизм в суставе, значит, пальцы будут гнуться лучше, гибкость может быть лучше. Вот это я ответила на ваш вопрос. Можно вопрос еще? Вот я в тот раз подходила, если лекция, значит, женщина принимает, ну, сколько кушает, эту сонку мне и ФЛЕКС, и говорят, что у меня страшные боли вот в суставах. Но вы мне писали, что ей передать больше воды пить, там разбиваются соли. Вот в этом отношении можно стоить. Понятно. Значит, смотрите, здесь, в принципе, это не является побочным каким-то явлением, это является явлением выздоровления, по сути. Есть такие понятия, как явление выздоровления. Например, скажите, когда человек при бронхите выделяет мокроту, это болезнь или выздоровление? Выздоровление. Выздоровление. Если бы он ее не выделял, чтобы было? Она бы накапливалась. Это было хуже или лучше? Хуже. Хуже. Поэтому выделение мокроты активное при бронхите это явление выздоровления. Точно так же, когда вот эти вот шипы и вот эти зубы растворяются и превращаются в солевой раствор, как вы думаете, будет болеть? Там же воспалительный процесс. Соль на рану. Да. Посыпали. Трется. Не только трется, воспаляется. Ведь это соли, эти соли, они растворяются, да? Это жидкий солевой раствор. Он смешивается с суставной жидкостью. Эти соли там плавают. Они, конечно, будут выводиться с кровью постепенно. Поэтому нужно пить больше жидкости. Если это не противопоказано по почкам, по сердцу, по другим вещам. Если пить больше жидкости, и еще я порекомендовала делать растирание и массаж этих суставов. Естественно, для чего растирание и массаж? Усилить кровоснабжение этих мест. Тогда с кровью быстрее будет уходить. Вот эти вот все, понимаете? Плохие вот эти вещи будут быстрее уходить. Изменения формы, конфигурации наушной в тяжелой стадии мы ожидать не можем. Но соли вот эти потихоньку будут растворяться. Какой может быть результат? Обратите внимание. Соли могут уйти. Изменения, искривления вот этих суставных поверхностей, за счет хондропротекторов, они могут улучшиться. Также полностью, конечно, в тяжелом случае это не произойдет. Но вот эта прослойка прыщевая увеличится. Значит, гибкость сустава будет больше. Гибкость будет больше. Боль будет меньше. Это уже, как это называется в медицине, улучшение качества жизни. Понимаете? Улучшение качества жизни при приеме ФЛЭКС будет у любого больного с заболеваниями суставов. Но у кого-то это будет полное выздоровление, практически полное. А у кого-то будет частичный эффект. Я ответила на Ваш вопрос. Еще, пожалуйста. Слушай. Структура самой кости. Структура самой кости. Из кальций и без кальций. Каким образом только на эти кальции? Мы сейчас про кости вообще не говорим. Пока что. Структура кости не только кальций, там и кальций, и фосфор, и борт, и марганец, и много чего. Естественно, там есть белки, разумеется, как связывающие. Но, что касается кости, то мы говорим о суставе. Сустав, то есть, о хрячах, хряч, это не кости. Хрящ, он одевает кость. Это как галоши, одетые на ногу. То есть, ну, уже на ногу. Поэтому, сама кость, что происходит с костью? Давайте, с костью, приусту, отходит. Давайте коснемся, кое-что спросил. Вот это одетый на кость хряч, это он разрушается, это он воспаляется, это его мы восстанавливаем с помощью вот этих вещей, глюкозамина, хатроитина и так далее. Кость каким образом действует? А в начале развития остеоартроза, как мы с вами говорили, она расширяется, площадочку дополнительную, остеофиты такие вырастают, да? И она вот в этом месте, где большая нагрузка идет, ну, локальная, например, вот от ходьбы или еще от чего-то, она уплотняется. Есть остеосклероз, такое уплотнение, вот здесь вот, в некоторых местах вот этой кости. Вся остальная кость, ее метаболизм и ее жизнь, так сказать, существование, зависит от других факторов. Уже, вот, там уже, скажем так, не артроз, другая там проблема, там уже остеопороз, может быть, остеопения и так далее. Нет, остеохондроз, это не сама кость. Остеохондроз, это не само кость, это ошибочное мнение. Остеохондроз, это изменение, дистрофические изменения не в самой кости, а в междусомных челях. В самой кости здесь мы об изменениях не говорим. И к самой кости изменения в хрящах отношения не имеют. Конечно, все в нашем организме связано, но у кого проблемы помимо хряща еще и с костью, конечно, нужно смотреть еще и говорить о препаратах кальция. Но, могу вам сказать, даже если у кого-то, кто-то, ну, мы уже коснемся, коль спросили, чтобы уже у вас в голове отложилось правильно, если у кого-то остеопенея или остеопороз, заболевание, которое сейчас на слуху у всех, то есть везде про это говорится, если даже есть остеопороз и разряжается вот эта кость, и она становится слабой, ломкой и так далее, и она болит, то при этом, знаете, сустав может быть и неизмененным. Может быть остеопороз при совершенно нормальном суставе, при совершенно нормальном хряще. Если, в принципе, хрящ здоров, за ним следили, его кормили, тренировали и так далее, то может быть остеопенея, остеопороз и почти неизмененный хрящ, и боли в суставах не может не быть. Почему? Такое может быть. Такое может быть. Вот. Но при том, что когда наступает антроз, да, вот эти изменения суставной пластиночки в кости, они есть, но в целом самокось может быть в разном состоянии. Это уже зависит от остеопенеи или остеопороза, если они присутствуют. Мы сейчас говорим именно о той части, которая относится к суставному клещу. И хондропротектор влияет именно на суставных хрящ. Не на хоз. Конечно, они питают в целом организм, да, но именно восстановление суставного клеща они этому способствуют. Если у кого-то остеопенея или остеопороз, здесь уже нужно говорить о причине остеопороза и препаратах кальция и так далее. Ну, естественно, с витамином D3 и прочим, прочим вещам. А, пожалуйста, подагра, это вот относишься к этой теме? И подагра это уже что-то совершенно другое? Подагра? Подагра это другое заболевание, это отложение в суставах лечевой кислоты, там, где это нужно специально и прочее, это немножко другое. Ей говорится подагрический артрит, но это метаболический синдром, то есть это немножко другая еще подагра. Еще есть вопросы? А у вас шипы в пятках тоже растворяют? Шипы в пятках бывают? Мы вообще не говорим, где какие шипы он растворяет. Мы не можем давать гарантии, что что-то где-то будет растворять. Мы не шарлатаны, да? Но смотря какие там шипы, вы знаете, пяточные шпуры, если вы имеете в виду, вот эта пяточная шпура, маловероятно, что она будет растворена, потому что там как раз вырос, как раз немножко другой, там костные срастания идут. И я не думаю, что мы сможем с помощью употребления флекса справиться с пяточной шпурой. Это тяжелое заболевание, таких результатов у нас нет. По поводу остеоартроза, артроза, остеохондроза, так сказать, остеоартрита, результаты есть, доказаны. По поводу пяточной шпуры результатов нет. Поэтому ничего не могу рассказать по этому поводу. Именно конкретно по пяточной шпуре. Все? А если вот ревматизм, это не суставы ревматизм? Ревматизм заболевания всего организма. Ревматизм заболевания всего организма. И в принципе, что я хочу вам сказать, что ревматизм там является вторичным от артрит при ревматизме. Вообще бывают первичные и вторичные заболевания суставов. Первичные это когда никакой болезни нету, просто сами по себе заболели суставы. От нагрузки, от еще каких-то вещей, от возраста, от неблагоприятной экологии, от лишнего веса болят суставы. Это первичные заболевания суставов. А воспаление ревматизма это вторичные артриты. И при ревматизме конечно же можно назначать хондропротекторы, в частности флекс. Но причина там не суставы сами, поэтому нужно лечить сам ревматизм, когда назначаются и антибиотики и прочие другие вещи. А это аутоиммунный процесс. То есть нужно лечить сам ревматизм и помимо ревматизма конечно же можно поддерживать и питать суставы. То есть естественно как вы понимаете ревматизм лечится у ревматолога. А не у нас в аудитории. разумеется. Пожалуйста. Пожалуйста. А вот будете вы нам еще рассказывать как специалисты в других продуктах? Пожалуйста, если хотите я расскажу. Просто у нас такой продукт... Нет, я могу сейчас у нас еще есть время. Правильно? Да, есть время. Потому что у нас продукт несложный, мы про него основное рассказали. На вопросы вы ответили. Тесты мы с вами записали. Да? Если хотите, я могу рассказать вам о других продуктах. Какие продукты у вас есть? Результаты у вас есть? Подождите, давайте про флэкс сначала. А дисфункция незачельствования сустава? Дисфункция сустава? Неважно какого. Дисплазия то есть стоит он не на месте. Вы знаете, что я вам могу сказать? Ну вот если так представить допустим вот вот этот сустав там допустим он не на месте стоит и щелкает то это хирургическая патология. питать сустав мы можем но все равно нужна иммобилизация этого сустава. Здесь должен ортопед смотреть ну скажите скорее всего лорд специалист живут да? Каким образом фиксировать этот сустав чтобы он не щелкал так и так далее потому что естественно как если будет это все щелкать и будет дисфункция будет развиваться артроз в этом месте там где есть дисфлазия то есть вот это неправильное положение артроз может развиваться всегда потом может и трудно челюсть открываться с возрастом и так далее это есть но здесь в первую очередь нужно идти к ортопеду или какой называется лорд-практики то есть там челюстно-лицевой хирург который будет обозначить да а для того чтобы суставы были в целом здоровы конечно флекс принимать можно но чтобы это решить проблему дисфлазии вот дисфлазия этого сустава это не решит это чисто так сказать нужно ставить на место и фиксировать артрит и артроз немножко разные вещи значит если говорить о артрозе то это дегенеративное изменение то есть это как мы говорили ну разрушение такое да а артрит это воспаление вот аппендицит артрит перитонит все это воспаление и как бы артрит всегда присоединяется к артрозу не бывает такого артроза который в чистом виде артроз там или маленький или большой всегда есть артрит сначала идет артроз изменения разрушения дегенерация присоединяется артрит появляются боли краснота даже появляется может температура вокруг этого сустава увеличиваться да то есть горячим он может быть но артрит и артроз еще так же не потому не одно и то же что артрит ведь может быть и без артроза ну например какое-то инфекционное заболевание там герпес или там грипп или еще чего-то да и может возник воспалиться сустав и быть артрит сам по себе никакого нету там артроза никакой дегенерации нормальный печь вот оно воспалился этот сустав артрит две недели его пролечили он прошел и больше не валит ну хотя конечно там что-то изменения остались но все равно вот это артрит в чистом виде ответил за что пожалуйста проеме хотели да проеме спрашивали проеме да может кто-то хотел выступить с результатами сегодня у нас как правило по субботу вот так я хотела попросить всех в конце у кого есть результаты по флексу выйти давайте мы наверное наверное мы сейчас по результатам и обсудим чтобы флэйс уже как-то описать вот так давайте тогда спрашивайтесь тем у кого уже есть результаты по флексу чтобы вы сказали приходите пожалуйста не стесняйтесь расскажите есть такие у которых есть уже результаты представьтесь пожалуйста меня зовут Виноградова Галина у меня результат там не только флекс в чистом виде там и другая продукция у моей мамы в мае прошлого года случилось такое несчастье перелом шейки бедра и очень серьезная такая травма там без операции не обойтись но при том что ей 77 лет на тот момент было у нее очень быстро прошло заживление и срослись кости но она употребляла помимо флэйса еще и это минхард но когда через два месяца после операции врач хирург который оперирул посмотрел ее снимки он сказал я первый раз вижу чтобы в таком возрасте и так срастались кости и в общем-то через четыре месяца после перелома она уже оставила костыринку ходила с палочкой ну и до сих пор ходила с палкой вот и я считаю что это очень хороший результат конечно сама по себе вот операция она не решает проблему вот чтобы кости срастались я только фиксирую это пластинка а кости срастаются вот я считаю что наш продукт просто способствует то есть вылечили врачи вылечили врачи серьезные улучшение не было стало ухудшаться зрение и все остальное прочее почки потому что лечили традиционным методом а вы знаете как это происходит вот и когда мне сказали что помогает флекс я конечно не поверила но решила проверить думаю ну не коробочка возьму коробочку там 30 пакетиков 30 дней помучаюсь а вдруг поможет и попробовала и слава богу слава богу что я узнала про этот продукт и через три недели стала я приседать 9 лет не приседала можете себе представить и как я ходила по ступенькам одной ногой по ступенькам и не могла сама встать если мне кто-то не поможет и вот когда я и даже у меня начинала вот началась вот деформация что-то вот сейчас рассказывала лена я уже не всегда могла ровно стать на ногу часто падала видимо у меня колено увеличилось два раза правое и я часто даже падала и вот я этого сильно боялась и видела как люди ходят с палочкой и когда же там проблемы всякие разные и вот я попробовала такой чудесный продукт как флекс и я сейчас приседаю не хожу двумя ногами я даже бегаю я по 40 минут могу и больше съесть на корточках для меня это сплошной кайф всем советую у кого нет проблем у них замечательный продукт у меня две грыжи на самом деле но насколько я это понимаю грыжи никак невозможно к сожалению устранить с помощью флэкса но совершенно очевидно когда я принимаю флэкс допустим утром потому что к сожалению после ночи у меня боли усиливаются и вот реально вот боль совершенно снимает поэтому я хочу вам сегодня предложить флэкс вот у кого есть боль сейчас чтобы вы могли реально проверить число что больше странно и у кого есть я прилагаю вору есть у меня есть и ворота на на вежите и передать пожалуйста лучше конечно новичкам и и предложить и ворота 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 и ворота и ворота и может кто-то стесняется выйти, может быть с места расскажете про флэкс. Я знаю, что людей очень много, которые противопонимали, у них были хорошие результаты. Пожалуйста, всем скажите, можете не вставать, так скажите. Плэкс у нас появился в январе 2007 года, а я пришла в ноябре 2006 года. Но я пользовалась УМИ, Лин и УМИ, но суставы у меня уже болели. И я обращалась в поликлинику, мне там назначали физиопроцедуры, мази, таблетки. Но результатов особенных я, конечно, не видела. И когда у нас появился флэкс в январе месяце, в феврале, все-таки я решила попробовать флэкс. Почему? Потому что, ну, если есть продукт, почему-то не попробовать. И через две недели у меня неожиданным образом прекратились все боли в суставе. А мне одна женщина, Надежда, по-моему, говорила, что ты сама просто вот, ну, не обратишь внимания, не поймешь. Когда у тебя, не то что не поймешь, а как сказать, очень быстро закончится боль, ты даже не заметишь. И на самом деле, она рассказала свой случай. Какой случай? Когда она ехала в автобусе, как шнула с автобуса, она схватилась рукой за порученью. А у нее несколько лет болел сустав. Она принимала флэкс в недвое месяце начала принимать. И когда она схватилась за порученью, она обратила внимание, что у нее свободно вращается рука, нет никакой боли. И мне она тоже говорит, ты даже не заметишь, как мне пройдет боль. Проходит две недели. Каждый день, конечно, я кушала флэкс. Я его, честно говоря, все время запивала водой. Он мне не очень нравился, но я знала, что он мне нужен. И с утра встала, подскочила, побежала как бы в ванную. И вдруг я обнаружила, что я встала и побежала. Тогда перед этим я вставала с кресла. И вот вы знаете, как пожилые люди ходят со стороны в сторону. Пока вот так вот покачаются, пройдут несколько шагов, потом пойдут более-менее нормально. У меня то же самое было. Я вообще думаю, в таком возрасте я так вот хожу, это вообще было ужасно. И вдруг я встала и побежала. И обратила внимание, что у меня ничего не болеет. Это было настолько удивительно. Это было просто шикарно. Почему? Потому что результат сразу через две недели. А лечилась я в поликлинику, ходила в течение полугода. И результатов, в принципе, никакого не было. Все. Спасибо. А сейчас я немножко дополню последние наши минуты. Смотрите. Человек, вот как правило, как и говорится в инструкции, да? Что не в инструкции, а просто к флекс. К применению глюкозамина, хондропротекторов. Результаты в течение двух недель. После двух недель первой. А представьте, если вы принимаете 4 месяца, как мы рекомендуем, да? То есть вы можете достигнуть таких результатов, которые не достигли бы, может быть, за много лет. Какими-то другими способами. Но поскольку концентрация действующего вещества, того же глюкозамина в хлексе, очень высока, вы не найдете такого продукта на рынке, не в аптеке лекарства, который имел бы в составе такое количество глюкозамина. Согласны? Провизор. Провизор подтверждает. Я это знаю почему, потому что много знакомых провизоров, всегда за этим слежу. И обратите внимание, раз такое количество большое глюкозаминов, а он очень легко усваивается тканями, значит, по секрету говоря, вы можете делать с ним массаж. Вы можете делать с ним компрессы, притирание и растирание. Наружное лечение. И это будет очень эффективно. Потому что количество глюкозамина во флексе, ну в 3-4 раза на единицу объема, превышает количество глюкозамина хондроитина во многих мазях, содержащих фондопрабендеры. Там хондроитин, АКОС, там и прочие вот эти крема с хондроитином. Там нету столько, не флекс, а хондроитин, а глюкозамина, сколько во флексе. Каким образом сделать это эффективным? Например, болит какой-то сустав. Коленный там, лучезапясный, пальчики болят или там на ноге что-нибудь там, голеностопный, либо шейный какой-то там, остеохондроз, либо хотите массаж сделать. Возьмите прежде, всегда, чтобы гель проникал через кожу, сделайте проницаемой кожу. Кожа же, она, когда сухая, она практически не проницаемая. Понимаете? Вы берете горячую воду и плотенце махровое. Опускаете туда и прикладываете, считаете до 10. Вот приложили, считаете до 10. За это время, от горячей, влажной вот этой поверхности плотенца, да, расширяются и капилляры. Кожа становится проницаемой и становится влажной. Среди после этого наносите флекс. Просто наносите флекс. И втирайте, ну, может быть, несколько минут, втирайте поврежденные суставы. Если вы будете это делать утром и вечером, в период обострения, то результаты внутреннего применения превзойдут вообще по быстроте всякие ваши ожидания. Даже если вы по какой-то причине кто-то не может принимать внутрь, наружно вот таким образом использовать можно. Если какие-то боли в позвоночнике, остеохондрозе делают массаж, очень рекомендую при массаже позвоночника также использовать для наружной цели. То есть с целью наружного всерания. Опять же влажная полотенца и втирание. У меня были такие пациенты, в общем-то, которые это делали и получали очень хороший результат. Уже в течение, наверное, двух лет люди пользуются. Как только какие-то боли, идет обострение, они в первую очередь принимают и сразу же наружно используют, растирают. 7-8 дней, еще быстрее, еще даже 2 недели не прошло. Результат еще быстрее. Если хотите просто результат, 2 недели, а если еще быстрее, то тогда и снаружи, и внутри будет неделя. Вот так вот. А то, может быть, первые признаки через день-два уже будут сразу. Таким образом, идет питание подлежащих суставных тканей. Ведь смотрите, почему некоторые не понимают, что это такое, не верят, да? Ведь сам сустав, хрящ, например, тот же сустав и хрящ, он же не в безвосточном пространстве находится. Он находится внутри организма. Вот здесь вот мышца, вот здесь вот кожа, здесь ткани. Это все клетки, содержащие межклеточную жидкость. И через эту межклеточную жидкость, путем диффузии, все это проникает к суставу. А сустав берет, в общем-то, межклеточная жидкость, она берет от другой межклеточной жидкости составляющие, которые туда проникли, и дальше оно поступает. Дальше. То есть это может проникать глубоко. Это не просто впитывается в кожу. Так вот, чтобы оно проникало глубоко, вот нужно вот это разогревание и увлажнение кожи. Чтобы оно проникало глубоко. А также вот этот массаж, втирание. И почему еще он будет проникать? Потому что там высокое астматическое давление за счет 1500 мг вот этого геликозамина, который является аминогликозидом. То есть, по сути, это аминосахар. Вы знаете, что такое астматическое давление в школе проходило? Да, вот если там, допустим, соленое с несоленым положить рядом, да? Ну, как огурцы засоливаются, да? То есть, несоленые огурцы кладутся в банку с соленым раствором. И соленый раствор проникает в несоленые огурцы. Они становятся солеными. Точно так же, недостаток в тканях вот этих веществ приводит к тому, что они начинают проникать, диффузия идет в межклеточную жидкость. Такие исследования также были, проводились. Почему же действуют гели? Не кремы. Жирные кремы так не действуют. Это обман. Кремы так не могут помогать. Они могут снять боль какую-то. Ну, вот обезболивающие вещества они могут снять. Там, деклофинак, крем какой-то. Но это ненадолго и не очень глубоко проникает. А гели проникают гораздо глубже. А у нас такой шикарный гель, флекс. И гелевая форма, и высокое содержание действующего вещества. И внутри, и снаружи. Вот про это наружное применение флекс я хотела также обратить на ваше внимание. Вопросов больше нет, так я понимаю. Да? Еще можно так? Пожалуйста. Вот я когда слушала всегда школу Елены Тетевой, она говорила, что можно делать компресс, намазать гелью, разогреть сначала тело, потом намазать гелью и потом фольгой. Фольгированный эффект. Значит, вот фольгой, а потом теплым чем-то укутать. Я всегда слушала и как-то не воспринимала, мне не касалось. Две недели назад, когда была каша на ступеньках, сын у меня большого роста, он споткнулся, поскользнулся, вернее, поставил институт на руку под себя. И разорвал вот это вот расстояние. И вот здесь вот у него была большая гематома вот здесь на руке. О, опухло, он пришел домой, его зафиксировали, там сделали снимок, сказали, что перелома нет, но очень большой ушибок связок и ткани и всего прочего. Рука была опухшая очень сильная. И вот этот момент я как раз, спасибо тебе, Лена, вспомнила. Я сделала вот так уже, намазала фольгой, все, мы забинтовали, прикоснуться невозможно было. Но к утру, что характерно, вся опухоль запала. Мы утром это повторили, он пошел на работу, он компьютерщик у меня. И день там он мучился, не знаю как, мы на следующий день опять делали. На третий день это уже не надо было. Осталось только гематома внутри, где-то там черно-синяя. А здесь уже все пошло. Он говорит, мам, мне надо делать третий раз, потому что я уже сегодня даже держал кружку. Вот смотрите, как он быстро действует. Просто потрясающе. За два дня мы сняли такой, мы хотели лангет, потому что зафиксировать как-то. Два дня сняла такой сильно массовый вот этот вот. Можно я вспомнить тоже? Пожалуйста. Начали прям все говорить. Я забывали. Я хочу сказать, что много лет тому назад у меня произошел отлом 3 на 5 лечиться. Ну так я упала хорошо. И значит, ну там своими методами я лечила. И вот как-то, когда уже в компании начала работать, находиться. И значит, у меня произошло, ну не знаю, что-то может быть резко подняла или еще что-то. Произошел как бы сдвиг там. И началось опять поваливание там, похрустывание и так далее. Но одним словом, я уже как бы не могла и поднимать что-нибудь. Хочу сказать, что когда начала флекс употреблять, флекс, и еще, вот я не знала, что, это самое, я не ходила на лекции Елены Китаревой, но хочу сказать, что я не только ела вовнутрь флекс, но и просто интуитивно начала еще и натирать то, что там оставалось у меня, я выходила и натирала, понимаете. И где-то через 2 недели я почувствовала облегчение, то есть опять как будто бы у меня рука нормальная. Как она и была. Спасибо за внимание. Ну все, тогда всем спасибо. Употребляйте все. Молодые.